и снова здрасте друзья это ли супер дизет подкаст на канале у дизета и мы начинаем наш седьмой выпуск который мы записываем от 3 марта 2023 года в сегодняшней нашей программе подкаста мы расскажем вам о том что происходило в формуле 1 до начала первого этапа в бахрейне это во-первых во-вторых мы расскажем вам о том как отжигали любимые мною команды и герои в заокеанских лигах и соответственно мы расскажем вам о том что произойдет в этой и может даже и следующей неделе итак мы начинаем наш седьмой выпуск подкаста на канале у дизета и мы незамедлительно начинаем а начинаем наш выпуск подкаста с приятный для нас но не совсем для нас приятные новости может быть и не для нас но так называемая новость звучит так европейский суд разрешил бывшему пилоту формула 1 никите мазепина выступать формуле 1 и в других гоночных сериях что это означает это означает что мазепин имеет право въезжать в евросоюз для ведения переговоров и заключения соглашений с гоночными командами или со спонсорами не связанными с его с участием его отца в качестве основного или резервного пилота формула 1 или других серий проводим под эгидой международной автомобильной федерации феа для участия в гонках спонсорских и рекламных мероприятий по запросу гоночной команды или спонсоров а также участвовать чемпионатах гран-при гонках тренировках тестов государства членов евросоюза если мазепин будет принят на работу в качестве пилота формула 1 или в других гоночных сериях проходящих евросоюз или в том числе за его пределами мазепин должен взять на себя обязательно выступать под нейтральным флагом и подписать документ который требует эфиа вот вспомните хотя бы что в марте прошлого года мазепин попал под санкционное законодательство евросоюза также он был пилотом хаса в 2021 году и занял 21 итоговое место в зачете в марте 22 года было объявлено что команда прекращается торничать с россиянином текущем сезоне он участвует в гонках азиатской серии лима что это означает для мазепин для мазепин это будет старый шанс но под нейтральным статусом выступать в формуле 1 или может быть даже за какую-нибудь хорошую команду но не хас потому что во первых вариантов полно полно вариантов и может быть варианты есть но их как таковых уже больше не будет в этом году или вы хотя бы в следующем могут быть варианты продолжение карьеры мазепина никиты и соответственно все что мы увидим или в этом или в следующем году может все видоизмениться теперь насчет друговича и строла изначально мог бы другович поехать за астон мартин но другович остается резервистом и по мнению астон мартина по официальным сообщениям лэнс струлович поедет в бахрейне и впредь в этом сезоне поскольку он вылечил свою травму запястья на руке и после того как он травмирован был и не принимал участия в предсезонных тестах готов гоняться но у него у него будут но у него квалификационные заезды превратятся в тренировку как как никак иначе как это бывало раньше а теперь насчет насчет того что мы скажем про поправки в регламенте формула-1 ну во первых вы все прекрасно знаете но если не хотите какого-то анализа регламента можете почитать на сайте f1news.ru все что касается поправок в регламенте на этот год но я вам расскажу в проброс к разговору в нескольких словах первое дождевые шины и дождевой аэродинамический обвес пирели которые провели испытания с успехом при поддержке команд итальянские шинники разработали новые дождевые шины обладающие большей эффективностью по сравнению с предыдущими модификациями эти шины не нужно греть грелками на этапах формула-1 спецификация дождевой резины будет доступна начиная с гран-при имели романи вот имели романи как раз в дождевых условиях будет наверняка но и тем не менее тем не менее можно сказать что сказать что в данной ситуации дождь не помешает пилотам находящимся на трассе с новыми дождевыми шинами с большей эффективностью по сравнению с предыдущими годами когда они еще вот эти пирели синтурату развивались как дождевая резина там все было по-другому а вот эти шины более новые они скажем так больше больше сцепления при мокром асфальте при мокром асфальте будут создавать и и наоборот без возможности аквапланирования кроме того в эфи одобрили предложение по созданию отдельного аэродинамического обвеса машин для дождевых условий готовится техническая директива внимание которое позволит командам провести соответствующие разработки не включая их бюджетное ограничение ограничение на проведение аэродинамических испытаний тесты новых аэрообвесов для дождя на трассе планируется провести во втором или третьем квартале двадцать третьего года это то что мы сказали о дождевых шинах новых и я дождевом аэрообвесе радиообмен между гонщиками команды она то есть вот эта комиссия формула-1 одобрила предложение по смягчению регулирования радиообмена между гонщиками команды в любой момент соревнований третье режим закрытого парка на этапах со спринтом в цели снижение нагрузки на тех персонал и инспекторов я во время этапов со спринтом комиссия утвердила пересмотренную политику запроса в режиме закрытого парка теперь в этом режиме на этапах со спринтом у команд будет больше возможности для замены элементов машины кров который чаще всего получает повреждение команду будет позволено широкое использование самодекларируемого режима закрытого парка этот режим будет действовать с момента выезда машины на трассу в пятницу в квалификации и до старта заезда основного описанные выше изменения будут реализованы посредством технической директивы той же очевидной технической директивы эфи а а теперь про изменения на трассах эфи а подтвердила различные обновления изменения на трассах в предстоящем сезоне в садовской аравии изменения заключаются в улучшении видимости при ходе поворот на всех участках где это возможно в азербайджане и в майами будет полностью переложен асфальт вот самое важное это азербайджан и майами полностью переложен асфальт на всех участках трассы за антфорте расстояние между позициями проведения пит-стоп увеличена на полтора метра а в катре будет построена новое здание пит-лейн и обновлен и обновленная инфраструктура паддака это вот то что касается катера из антфорта эфи а проанализировала зоны дресс в двадцать втором году прошедшим и внесла некоторые изменения на 23 нынешний чтобы лет либо облегчить обмена либо усложнить их на определенных трассах эти изменения будут реализованы бахрейне джиде мельбурне баку и майами и будут включать изменения точек замера активации в мельбурне также будет введена четвертая зона дресс которую многие по мнению безопасности и отменили в австралии в альберт парке но потом опять будет снова введена и это несмотря на то что несмотря на то что все это может повлиять на безопасность а теперь про спортивные и технические финансовые регламента на этот год были одобрены единогласно незначительные поправки к спортивному техническому и финансовому регламенту этого года к ним относятся по обязательное прекращение работы зимы на подобие августовского перерыва который касается как команд так и производителей двигателей кроме того будет уменьшено количество очков начисляемых за короткие гонки даже если эти гонки не финишируют а приостановлены аудитором эфи облегчить могут облегчить доступ на базы чтобы они смогли контролировать соблюдение командами производителями двигателей финансового регламента а также запутационных ограничений технического и спортивного регламента а изначально предполагалось что размер бюджета на двадцать третий год составит 135 миллионов долларов но если количество гонок превышает 20 лет то за каждую последующую гонку команды могут подарить дополнительные 1,2 миллиона долларов и на сегодняшнем заседании комиссии f1 эта цифра увеличена до 1,8 миллиона долларов эта корректировка связана с ростом затрат на авиаперелеты в общем формула-1 ждет некий логистический хаос поскольку 23 этапа 23 этапа всего то логистический хаос неизбежен календарь у нас выглядит из 23 гонок сначала мы будем смотреть гонку в бахрыне затем перелет через две недели в саудовскую аравию потом потом уже 2 апреля через две недели будет перелет в австралию потом долгая-долгая пауза из-за не объявления гран-при китае и до 30 апреля в азербайджане будет гонка в баку city circuit через неделю майами быстро как-то надо сказать 21 мая гран-при мили романе 28 мая гран-при монако 4 июня гран-при с испании на старой доброй трассе с circuit и каталония бантмелла там на насколько мне известно уже убрали с-ообразная связка и будут полным ходом проходить два последних права поворота дальше 18 июня автодром имени имени жили вильнёва через две недели после испании затем 2 июля через две недели также гран-при австрии через неделю гран-при великобритании через две недели гран-при венгрии потом 30 июля есть ничего не изменится по погоде гран-при вельгии через неделю долгая пауза из трех из трех недель, трехнедельная пауза, если не четырехнедельная. 27 августа начнется серия осенних гонок в Занфорте через неделю, 3 сентября, в Монсе, затем через две недели в Сингапуре, затем через неделю в Японии. 8 октября через две недели Катар, 22 числа через две недели Гран-при США на Circuit of the Americas, 29 октября через неделю Гран-при Мексики, затем через неделю в Сан-Паул в Бразилии на Интерлагасе, 18, 19, но там 18 по времени Лас-Вегаса в субботу будет Гран-при Лас-Вегаса на уличной трассе в штате Невада, и затем 26 ноября через неделю будет Гран-при Абу-Даби, финальный Гран-при Абу-Даби, 23 финальный этап, после чего серия уйдет, гоночная серия Формула-1, главная королева автоспорта, уйдет более чем на два месяца зимней паузы. Так или иначе, даже на три, если можно так сказать, а может даже три с половиной. Так вот, логистический хаос тут неизбежен в такой ситуации, но поскольку этот логистический хаос повлечет за собой и некоторые последствия, то затраты на авиаперевозки будут больше, и, соответственно, командам придется просчитывать любые моменты в плане нахождения на трассе в одном месте, как и в другом. Ну, в общем, это такие секреты, связанные с логистикой, я и не буду о них вам рассказывать. В общем, то, что мы сейчас сказали, это уже фактически новостные слухи и не только официальная информация. Итак, мы рассказали о Мазепине, мы рассказали о Струловиче и рассказали о поправках в регламент и о том, что ждет Формула-1. Логистический хаос или наоборот. А сейчас мы с вами начинаем нашу следующую тему подкаста. Это как раз, как отжигали любимые мной герои команды в заокеанских лигах. Мы незамедлительно начинаем. Итак, мы начинаем следующую тему нашего подкаста. Это как раз, как отжигали любимые мной герои команды в заокеанских лигах. И вот мы начинаем с НБА. Там изменений очень много, очень много изменений. Во-первых. Во-вторых, там во многих конференциях на Востоке и Западе множество изменений. Причем бесчисленные. Милоки Бакс лидер уже в Восточной конференции. Янис Тетту Кумпо приводит на лидирующую позицию Милоки. Бостон Селтик с Джейсона Тейтума на одно поражение больше имеет. И второе место. Дальше. Филадельфия 76, Раскельвен, Кавалерс, Нью-Йорк, Никс и Бруклин Недс в шестерке. В плей-ин-турнире, в плей-ин-сетке Miami Heat, Atlanta Hawks, Toronto Raptors и Washington Wizzards, замыкающие десятку. В ней десятки сильнейших команд НБА в Новостоке. Chicago Bulls, Indiana Pacers, Orlando Magic, Charlotte Hornets и Detroit Pistons. На западе мы видим, что Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings имеют лидерство в своих дивизионах. Phoenix Suns, Golden State и, конечно же, Los Angeles Clippers в первой шестерке. В плей-ин-сетке запада Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves, Utah Jazz и New Orleans Pelicans. В ней десятки сейчас находятся Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs и Houston Rockets. Соответственно, индивидуальные лидеры по статистике. Лука Дончичи, 33,2. Даманта Сабонис, 12,14 по подборам и по очкам, соответственно. По передачам Джеймс Харден, 10,6. Ольджи Анануби из Торонто, 2,0. Джарен Джексон, Джуниор, по блокшотам 3,3. Троианн по потерям 4,1. Келлинико несколько занизил по фолам на свою статистику. 3,7 минуты за игру, минуты сыгранных за игру Паскаль Сиаком, 37,5. Ник Лэкстон по филдголам 71%, ровно. Кевин Дюран 93,4% из Феникса. Малком Броддон по трехочкам 46%. Никол Йогич эффективность 38,2. Дабл-даблов 49% у Даманта Сабонисова, у Никола Йогича 24,3. Это касается индивидуальной статистики лидеров. Высокие результаты по карьере в игре. В одной игре. Дэмиан Лилард и Донован Минчелл 71%. Ивицу Зубыч 29% по подборам. По передаче на Джеймс Харден 21%. Дэнтони Мелтон и Данджело Рассел 7%. Стилов по блокшотам 8% у Джерна Джессона Джуниора и Ивана Мобли. И у Думиана Лилардо 13% трехочковых бросков за всю игру. Статистика среди лидеров. Сакраменда Кингс по очкам 127%. По подборам Милоки Баксворт 9,3. По передачам Голден Стейт 29,7. По стилам Торонто Раптас 9,2. Блокшотов за игру 6,4 у Бруклин Нец. По потерям Хьюстон Рохи 16,7. По фолам за игру 22,4. По филдгалам Денвер Наггет 51%. Ровно. По штрафным броскам Филадельфис на дисплец 83,2. По трехочковому Денвер Наггетс 39,2%. А вот Бостон Селтикс по проценту плюс-минус плюс 5,7. Соответственно награды. Награды за 30-е... За 6-е, 12-е февраля. Вы все прекрасно знаете. Тешей Джилджерс Александр из Аглахомиси Тетандра на Западе. И Дерек Вайд из Бостон Селтикс. Первую для себя награду взял игрока Недик. Дерек Вайд, который выступал еще в колледжные баскетбольные времена. И сейчас он играет за Бостон Селтикс. Ну а что касается февральских наград, то там неизвестно, кто возьмет эту награду. Но мы, в общем, я думаю, это увидим на следующей неделе в нашем следующем подкасте, очередном мартовском подкасте, после вот этих всех событий. Ну а сейчас давайте переместимся из баскетбола в хоккей. И там, как известно, все не так просто. На Востоке. Каролина Харрихенц, Нью-Джерси Дэвиллс и Нью-Йорк Рейнджерс в топ-3. Метрополитен Дивижн столичного дивизиона. В топ-3 Атлантического дивизиона Бостон Бруинс на близко к первой сотне. Но, правда, 99 очков. Томбор Торонто Мэппл Элифс, 82-78, тамбовый Лайтнинг. По лайлдкарт временно проходит Нью-Йорк Айлендерс и Питтсбург Пенгвинс. А вот Баффл Сейберс, Флорида Пантерс и Вашингтон Кэпитлс там очень-очень плотная борьба за первые, за лайлдкарт. По 66 очков у них, по 64 у Оттавы и Детройта. У Филадельфии 57 очков, у Монреаль Кененец на одном меньше. И на 10 очков стоит Колумбус Бюджетец. На западе Далла Старс 77 очков на 3 меньше у Миннесота Уалта и на 1 меньше у Колорадо Эвиленш. Лас-Вегас лидирует в своем дивизионе Пасифик. Вместе с Лос-Анджелес Кингс и Энмантон Ноллер с разницей между ними 2 очка. Сиэтл Кракен и Винни-Пик Джетс поровну очков, но они борются за вайлдкарт западной конференции. Вне вайлдкарт уходят из плей-оффа в Calgary Flames, National Predators, St. Louis Blues, Vancouver Canucks, Arizona Coyotes, San Jose Sharks, Anaheim Ducks и Chicago Blackhawks. Соответственно, лидеры по бомбардирам сейчас такие. Конор Макдэвид 115 очков, Леон Драйсдель 89, 86 у Никиты Кучерова, 80 у Давида Пасторняка, также 80 у Тейджа Томпсона, 79 у Мэтьют Качука, Уэрика Карлсона 77, 76 у Элиша Петерсона, Джейк Хьюлл 74 и Мича Мамера 74. Мич Марнер, да, простите. По лидирующим галкиперам, Линус Ульмарк, процент отраженных бросков 938, Джейк Коттингер, 923, Илья Самсонов, 918, 926, Ильи Сорокин, Увиды Кованычика, 913, 922. Так, сейчас, секундочку. Все, что вы, я думаю, видели, это, конечно, игра вратарьи, она блестящая. 26 февраля Торото Мэпл Элифс защитник Торото Мэпл Элифс Марк Джордано блокировал 2045-й бросок, который стал лидером за все время в NHL по блокированным броскам. После того, как ее статистика будет промониторена, и, конечно же, это превосходит рекорд предыдущий, который был сделан Крисом Расселом. Крис Рассел из Калгари Флеймс, как известно. Сейчас он свободный агент, но, тем не менее, Марк Джордано сотворил еще один рекорд в истории NHL. Теперь, что касается... Что касается... Мэджор Лиг Сокер. Мэджор Лиг Сокер. Там мы видим, что первые игры уже сыграны. Первые игры уже сыграны. Осталось только две игры сыграть. У Chicago Fire была перенесена игра. Ну вот, смотрите. Вот, смотрите. Три очка разом у восьми клубов. Орландо Сити, Нью-Ингланд Революшн, Атланты Юнайтед, Цинциннати, Диси Юнайтед, Нэшвилл Интер Майами И лидер Филадельфии Юнин на востоке. На западе Сиэтл Саундерс лидер. Дальше Сент-Луис Сити, Реал Солт Лейк, Амминисота Юнайтед и Портлин Тимберс. Все остальные линии набрали ни одного очка за весь чемпионат Мэйджор Лига Сокер. По посещаемости высокая 69.345. У Шарлот Эфси низкая, только у Диси Юнайтед 17.397. Это если домашние игры учитывать. Соответственно, на Банков Америка Стадиум, на Банков Америка Стадиум, который расположен Шварц и Северная Каролина, посещаемость была определена еще на 25 февраля 2025 года. В споре бомбардиров Тиагу Альмадо из Атланты Юнайтед, Хулен Каранца из Файл Дэвенюн и Дэниэль Гаждак и Джордан Моррис и Сиэтл Саундерс имеют по два забитых мяча. 27 остальных игроков имеют по одному. По передачам Дэниэль Гаждак, Мохаммед Джагзе и Эдуард Лёвен два результативных пасса. Все 23 остальных игрока имеют по одному. Команда недели у Мэджор Лик Сокер соответственно распределяется так. Галкипер, защитник, нападающий и полузащитник, скамейк и тренер. Соответственно, отдельно заходящая история. Так вот, в первую неделю Календар стал галкипером. Команда недели в защите три защитника Кривцов, Циммерман и Кеслер. В полузащите четыре игрока Газдак, Новободо, Ловен и Альмада. Игрок недели в лиге Морис Каранцик, Куди Петро из DC United стали нападающими в тройке нападающих. Со скамейки могут начинать в команде недели Галезе, Но Гоу, Москера, Бак, Ариага, Крелиаш, Рольден, Шеффельберг и Клаус. Главный тренер команды недели первой Брэдли Карнелл. Брэдли Карнелл, который тренирует Сент-Луис Сити, FC. Одну из новоемленных команд в Мэйджор Лиг Сокер. Теперь Мэйджор Лиг Бейсбол. Мэйджор Лиг Бейсбол и там мы видим, что пока еще не все игры сыграны. Не все еще игры сыграны, но еще предстоит этот сезон. И нам, кстати, представляют специальные мероприятия и юбилеи. Соответственно, у Нью-Йорк Янкис 25-летний юбилей чемпионства в 98-м году и 45-летний юбилей в 78-м году. Это касается Нью-Йорк Янкис. У Северного Маринарс Олл Стар игра 2023 года. У Тампа Бэй Рейс сезон юбилейный 25-й. Также 30-й у Майами Марлинс. У Калада Роккис 30-й юбилейный сезон. У Аризона Даймонд Бэк 25-й юбилейный сезон. И, соответственно, юбилей тоже у Бостона Рэдс Окс. У Цинциннати Рэдс. 20-летие Грейт Американ Болл Парк. Хьюстон Астрас прошлогодний чемпионский титул 30-го марта. 35-летний юбилей 88-го года и чемпионство Лос-Анджелес Доджерс. 20-летний юбилей чемпионства Майами Марлинс. Также и Окленд Атлетис 50-летие юбилея чемпионства мировой серии 73-го года. И Торонто Блю Джейс 30-летний юбилей уже 93-го года 20-го столетия. Чемпионство мировой серии у Торонто Блю Джейс. Это то, что касается сезона 2023-го года в Майджорик Бейсбол и некоторых ивентов мероприятий по бейсболу и вообще около бейсбольной культуры. Теперь касается НФЛ наша сегодняшняя история. Соответственно в межсезонье Аризона Аризона Койотис уволила Клиффа Кингсбери и причина увольнения была точно такая же вообще увольнение по собственному желанию. Джонатан Геннон отправляется в Резону Кардиналс. Раньше у Каролины Пантерс тренировал Матрули исполнящим обязанности был Стив Вилкс а Франк Крейг будет предшественным преемником правоприемником тренера тренерской скамейки Каролины Пантерс Денвер Бронкос Натаниэль Хейкет был ушедшим тренером исполнящим обязанности был Джей Росберг а Шон Пэттон будет соответственно преемником тренерской скамейки Денвер Бронкос Хьюстон Тексенс Лови Смит уволился и Демеко Райанс будет преемником Хьюстон Тексенс по тренерской скамейки Индианаполис Кольц Франк Крайк ушел исполнящим обязанности был Джефф Сателли и Шейн станет следующим преемником тренерской скамейки Индианаполис Кольц по соответственно по соответственно штабу главному команды Аризона Кардиналс генеральный менеджер Стив Кайн переподписан в другую команду и Монти Осенфорд был подписан 16 января Он предыдущие разы возглавлял Танаси Тайтанс как директор персональности игроков с 2020 по 2022 год У Чикаго Берс уходит из сезона ушел с 2022 года сезона после 24 сезонов как Чикаго Берс президент Тед Филлипс Кевин Ворон соответственно был подписан 12 января также 12 января в десятых числах если мы так будем считать и Теннесси Тайтанс генеральный менеджер Джон Робинсон ушел после 6 и более сезонов Титанов из Теннесси теперь уже Райан Куден и исполняющий обязанности больше не работает Арен Карзон стал генеральным менеджером клуба 18 января соответственно в Маден НФЛ 2023 года следующий супербол состоится на iLegend стадиум в Парадайзе штат Невада 11 февраля следующего года 2024 года состоится это это мероприятие супербол уже в который раз это считается надо сказать более чем очередным в истории насчет супербола там все подсчитывается римскими цифрами но в арабской системе конечно этого не пересчитать ну что ж это мы сказали о том как отжигали любимые нами герои команды в заотеанских лигах а сейчас анонс который и завершит нам выпуск нашего подкаста анонс будет заключаться в следующем анонс будет заключаться в следующем на этой неделе 4 и 5 марта мы будем стримить гран-при бахрейна формула 1 2023 года первую гонку сезона где все может случиться все может поменяться и во-вторых не будет никакой скукоты как в предыдущие годы хотя там обгонов будет очень много очень много обгонов и много надо сказать технических отказов и повреждений у автомобилей формула 1 так что я думаю что 4 и 5 марта мы с вами встречаемся на трансляции гонок формула 1 в бахрейне а транслятор мы будем как обычно в группе вконтакте на канале удзета так что я вас приглашаю посмотреть квалификацию гонку они состоятся в 17.55 по московскому времени причем и в субботу и в воскресенье сверяйте ваши часовые пояса и соответственно ждите официального старта этапа формула 1 с календарем вы можете осмотреть с календарем и расписанием уикенда формула 1 вы можете осмотреть на сайте funnews.ru ну а я с вами на этом прощаюсь это был Лисупер Дизет подкаст на канале УДизета это был седьмой выпуск посвященный новостям из формулы 1 и конечно же о том как отжигали мной любимые герои команды прощаюсь с вами на следующей неделе в восьмом выпуске мы расскажем многое чего до новых встреч друзья и всем пока субтитры